Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Работать по-новому автобусный парк Сочи должен быть заменен к 1 июня. Исполнение обязательств потребовал глава города на встречи с руководителями коммерческих автотранспортных предприятий. Конь в пальто и фотограф Гога. В художественном музее открылась выставка сочинского скульптора Копа Халафяна. Автор представил как старые арт-объекты из металлолома, так и новые из стали с использованием цифровых технологий. Для милых дам, самых активных женщин с 8 марта поздравили сегодня в Зимнем театре праздничным концертом. Не вещи, а впечатления. Аналитики выяснили, что жители Сочи чаще всего покупают через интернет перед 8 марта. И сколько на это тратят. Автобусный парк Сочи должен стать более комфортабельным. Это требование времени. Сегодня глава города Сочи Анатолий Пахомов встретился с руководителями коммерческих автотранспортных предприятий. И потребовал от них исполнение обязательств. Обязательства на первый взгляд простые. Автобусы должны быть низкопольные, удобные для маломобильных групп граждан и оборудованные кондиционером. Этот процесс идет, по словам главы города, очень медленно и необходимо ускориться. Более того, есть сроки до 1 июня. Больше всего претензий к транспорту коммерческих перевозчиков. 1 июня будет 54. Все. На этом экономика в этом году. А остальное тех... Ну, да-да, не надо вам было выходить на конкурс. Перевозчики, выходя на городской конкурс, обязались обслуживать городские маршруты на комфортабельных автобусах и закупить их до начала лета. По факту эти условия выполняют не все. Глава Сочи потребовал предоставить так называемые дорожные карты, то есть поэтапный план обновления автопарка. У вас у всех есть возможность в дорожной карте все это отразить. Дорожные карты для нас будут документом. Ну, а потом по этим дорожным картам мы спросим. Времени осталось мало, напоминает участникам совещания глава города. Не только необходимо уже закупить и поменять подвижной состав, но и оснастить его системой безналичной оплаты. И это уже требование федерального законодательства. Провел встречу с перевозчиками и увидел, что пока ни шатка, ни валка. Конечно, шаги делаются, автобусы меняются, но сегодняшний мой разговор привел к выводу тому, что не все готовы к тому, чтобы в полном объеме заменить подвижной состав к 1 июня. Наша задача и задача руководства Департамента транспорта сделать так, чтобы к 1 июня транспорт был заменен и соответствовал всем конкурсным требованиям. Сегодня маршрутная сеть транспорта общего пользования в Сочи – это 145 маршрутов. В городе работает 7 автотранспортных предприятий-перевозчиков. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». На Театральной площади в Сочи временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением на курорте Южного театрального форума. Ограничение с прекращением движения автомобилей на площади перед Зимним театром будет действовать с 19 часов 9 марта до 18.00 10 марта. Напомню, в воскресенье на Театральной площади выступят артисты уличных театров со всей страны. Со схемой ограничения движения можно ознакомиться на сайте администрации Сочи. Ну и к другим новостям. В Сочи проходит краевая операция «Пешеход». Ее цель – снижение травматизма на дорогах и профилактика аварийности. Сотрудники госавтоинспекции дежурят на дорогах и выявляют нарушителей. Причем не только водителей, забывающих пропустить пешеходов, но и самих пешеходов, которые стремятся перебежать трассу в неположенных местах. С целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблемам дорожно-транспортного травматизма сотрудниками госавтоинспекции проводится операция «Пешеход», в ходе которой патрули ДПС приближены к местам, где происходили ДТП с участием пешеходов. Помимо этого, для предупреждения аварии с детьми, полицейские проводят занятия по безопасности дорожного движения в общеобразовательных организациях города Сочи. К весеннеполевым работам готовые на Кубани стартовал Сев Яровых Культур. В некоторых хозяйствах уже начали посевную кампанию. Сегодня в Немин Кондратьев посетил Брюховецкий район. Глава региона осмотрел поля и пообщался с местными фермерами. А после провел совещание с аграриями, на котором обсуждали масштабные полевые работы. Яна Бузычкина расскажет подробности. Сам он сеет, а ты просто следишь за процессом работы. Все остальное сделает компьютер. Автоматика подберет расстояние между семенами и почвой и проследит за количеством вносимых удобрений. Назвать Дмитрия Ясипенко простым механизатором теперь язык не повернется. Правильнее будет оператор посевной машины. Сложный физический труд на современной технике сведен к минимуму. Не надо как раньше выходить и что-то делать руками, ключом и так далее. Комфортные условия труда не единственное преимущество современной сельскохозяйственной техники. Благодаря новому оборудованию серьезно возросла и урожайность. Меньше потерь идет уже на этапе засевания поля. Умный агрегат показали губернатору Кубани. Вениамин Кондратьев сегодня приехал в Брюховецкий район, чтобы провести с аграриями совещание о начале весенних полевых работ. Перед этим глава региона встретился с местными фермерами. Она способна выдерживать до сантиметра расстояние между семенами. 2,5-3 сантиметра она глубину выдерживает. Если будет глубже, уже проблема. Если выше, то может пересохнуть слой и не взойти. То есть это, к сожалению... Я вот задумываюсь, на самом деле, разве может человеческая рука это сделать никогда в жизни? Как бы мы ни говорили. А самое главное, насколько продумано, правильно он сказал, чтобы семена на определенном расстоянии друг от друга были. Для того, чтобы они еду друг у друга не забирали. Не конкурировать. В общем, момент. С родителями. Конечно, это же важно было абсолютно, чтобы им хватало питания для развития. И сегодня машина это делает. Я думаю, что, безусловно, возможности вашего хозяйства и завтрашний день зависит от того, что вы вовремя сделали модернизацию. Друзья, вовремя. Поверьте, это принципиально важно. Сегодня не то, что не отстать, а предупредить ситуацию, прочувствовать и понять, что вложившись в такую технику, вы явно выигрываете и завтра получаете конкурентное преимущество. Посадки кукурузы, подсолнечника и сои, если позволит погода, на ферме приступят к середине марта. Губернатор поинтересовался у сотрудников, довольны ли те зарплаты. Работники заверили, что грех жаловаться. Выходит не меньше 30 тысяч рублей в месяц. И это, пожалуй, лучшая оценка деятельности всей фермы и ее руководства. Стабильность ваша, стабильность селян, людей, которые живут на селе и тех, которые особо у вас работают. Поэтому нам важно сохранить сегодня тех, кто на самом деле настоящий хозяева на земле. А вы сохраните жизнь. Вот и все. Мой принцип очень простой. Поддержать тех, кто может дать рабочие места, создать производство, создать переработку, максимально относиться к земле с душой, по-хозяйски. А дальше все остальное вы сами на селе создадите и приумножите. Пока на одной ферме готовятся к севу, в другом хозяйстве ждут урожай азимых. Мениамину Кондратьеву показали поле с пшеницей. Опытный аграрий, просто пройдясь по почве, понимает, что это живая земля. Поверхность мягкая, значит, достаточно влажная, с необходимым количеством органических удобрений. Очень важно обратил внимание губернатор сохранить плодородие кубанских земель. Сегодня состояние азимых какое? В целом, по краю хорошее. Все виды на высокий урожай. На высокий урожай. Если, дай бог, сохраним такое же состояние, или потом приумножим, как говорится, то есть мы можем выйти на очередной рекорд. Да. Мы вам принесли. Вот смотрите, вот это что-то есть в ризосфере. Вот вы трясете, она стряхивается. Но вы же смотрите, сколько на корне остается. То есть чем больше остается, тем больше корней. Она обволакивает корень. Все питательные вещества на черноземе. Во всем мире поискать не найдешь. Но еще раз подчеркиваю, какая она будет через 30-50 лет. Наш кубанский чернозем целиком зависит от нас. Только от нас. Вот такой же он будет дышать, таким же он будет... Здесь оптимальная люцерна бывшая. Вообще все просто. Если по большому счету, по-простому с душой к этому отнестись. Абсолютно просто. Собираясь уже на совещание с аграриями, губернатор обратил внимание на рабочих в лесополосе рядом с полями. Они обрезали старые деревья и убирали мусор на участке. Делать это без специального разрешения запрещено. Но не все хозяйства спешат получить такое разрешение. Хотя от состояния лесополосы, которая защищает поле от выдувания почвы, напрямую зависит качество урожая. Здесь нужно общее правило, по которому мы должны, наверное, если земля находится в аренде, либо в собственности у того или иного, или агрохолдинга, либо просто фермера. Но лесополоса должна тоже быть у него же. Это как в сказке – корешки и вершки. Вот не бывает корешков без вершков. И вершков без корешков тоже не бывает. Поэтому вот здесь та же самая ситуация. Давайте по работе здесь, Юрий Александрович, допустим, может быть, законом края, в том числе прилегающих к земельным массивам лесополосы, должны однозначно переходить на право аренды владельцу или земли, либо арендатору. На большое совещание Мениамин Кондратьев собрал аграриев со всего края, а также руководители муниципалитетов. В списках участников впервые не числится Александр Найденов. Перед началом разговора о ходе весенних полевых работ собравшиеся почтили память выдающегося кубанского ученого минуты молчания. К профессору многие обращались за советом, ведь его огромный вклад в процветающий аграрный край трудно переоценить. Как сделать хороший урожай стабильным? Сегодня главная тема на повестке дня. Кубань – житница России от края ожидает высоких показателей. В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай – почти 10,5 миллионов тонн. Это свыше 11% в общероссийском объеме. В этом году задача стоит взять не меньше и при этом не потерять в качестве, говорит Кондратьев. О том, насколько край готов к весенней полевой кампании, подробно докладывает вице-губернатор, курирующий отрасль АПК Андрей Коробко. Что касается текущей ситуации, то вот анализ показывает, к весенней пассивной кампании мы посмотрели, в принципе, все предприятия готовы. Погода для проведения всех работ, мы видим, что складывается и прогноз, который сегодня видим, довольно-таки благоприятная. В своем докладе Андрей Коробко затронуло тему севооборота. Сегодня закон успешно работает в крае. В прошлом году доля многолетних бобовых культур превысила 13%. Но в 15 муниципалитетах требования не выполняются, из-за чего показатели не превышают и 8%. Хозяйства, которые соблюдают правильный севооборот, обречены на высокий урожай и зерно хорошего качества, когда другие просто ищут отговорки. Вениамин Кондратьев принимает довольно радикальное решение. Реальный инструмент – это субсидии. И он в руках у вас, Андрей Николаевич, субсидии. Поэтому государство, создав институт господдержки в виде субсидий, оно стимулирует в первую очередь развитие агропромышленного комплекса. Развитие. И, конечно, вправе, если оно субсидирует, поддерживает развитие, потребовать и создать приоритеты в развитии. Мы сегодня все вместе пришли к тому, что без севооборота дальше никак. Мы убиваем землю. Если сегодня этого нет, то и субсидий должно не быть. Потому что такие горе-собственники не нужны. Они никогда не добьются никаких урожаев. Не то, что рекордных, просто нормальных урожаев не добьются. Не соблюдают, не хотят. Не нужно ничего просить. Еще раз подчеркиваю. Не нужно просить. Отдать и тем, кто соблюдает и хочет. Вот и все. В силу уступили изменения федеральной закона господдержки в сфере сельхозстрахования. Если раньше страховым случаем считалась утрата минимум пятой части всего урожая, то теперь будут возмещать все убытки, даже небольшие. Из федерального и краевого бюджетов на агрострахование выделят 340 миллионов рублей. В этом году кубанские аграрии заручились и поддержкой теплой погоды. На поле они вышли одними из первых в стране в начале февраля. Теперь землю подкармливают удобрениями. Доктор сельскохозяйственных наук и академик РАН Людмила Беспалова уже успел объехать некоторые районы края и изучить состояние посеев о зимых культур. В целом специалисты остались довольны. Мы промониторили, можно сказать, большую часть районов нашего края. И вот большинство, на большинстве полях испытывали просто наслаждение, просто счастье от состояния этих полей. Конечно, техника, прямолинейность, расстановка растений по площади питания. Это низкая конкуренция в посеве. Это основа того, что мы получим большое количество продуктивных стеблей на квадратном метре, если будем правильно работать. Стратегическая задача для краевых властей сегодня – это переход на собственные семена. Самой импортозависимой культурой по-прежнему остается сахарная свекла. 99% сейчас закупают за рубежом. Вениамин Кондратьев отметил, пока этот вопрос не будет решен, край не сможет полностью обеспечить продовольственную безопасность страны. По мнению губернатора, отечественное семеноводство нуждается в поддержке. Для этого край готов ввести новый вид выплат. В Краснодарском крае всего высевается, или в прошлом году высевалось сахарной свеклы, всего лишь 1% нашими отечественными семенами. Основным фирмам-поставщикам семян свеклы были сделаны предложения, но ни одна не захотела заниматься генетикой и селекцией. Они не хотят давать нам перспективы для развития, и мы сделали упор на развитие нашей кубанской селекции. Мы тоже за то, чтобы семена у нас были отечественной селекцией. И вот, к сожалению, свекла у нас и сирота, по большому счету. Но я вот думаю, Сергей Викторович, у вас есть все шансы стать отцом семян свеклы нашей. И знаете, чтобы вас поддержать, по большому счету, давайте мы с Владимиром Николаевичем сейчас обсудили, мы субсидируем 70% затрат, возврат для сельхозпроизводителей, которые будут сеять семена свеклы отечественной селекцией. Кубанская не может, а отечественная 100%. Хороший и качественный урожай нужно убирать современной техникой, которая позволяет работать практически без потерь. Парк сельхозмашин край обновляется регулярно. Ежегодно в поля выходит свыше 500 единиц комбайнов, тракторов и культиваторов. На совещание аграриям предложили эффективный инструмент обновления техники, которой уже больше 30 лет. Программа, с помощью которой ее можно поменять на выгодных условиях. Мы совершенствуем свои процессы, оптимизируем количество документов, для того, чтобы упростить процедуру подачи заявок и упростить процедуру взаимодействия с клиентами. Мы все это делаем, мы совершенствуемся для того, чтобы сельхозпроизводители обращались к нам и решали максимально эффективно задачу переоснащения парка сельскохозяйственной техники. Любая программа, она чем хороша, если у нее есть финансовое обеспечение. Если есть финансовое обеспечение, конечно, возможно, в том числе и в лизинг давать на таких условиях. Но, поверьте мне, любая программа имеет и финансовые ограничения, в том числе и она, дай бог, чтобы работала год, два, три, пять, десять лет. Поэтому эта фраза, кто первый встал, то в этапе, должна быть для нас такой стартовой. То есть, на самом деле, успеть попасть в программу и взять технику на выгодных, а она явно на выгодных для сельхозпроизводителей условиях. Сегодня именно тот момент. Прозевать и пропустить его ни в коем случае нельзя. Все озвученные на встрече предложения в конечном счете должны привести к росту производства в сельхозотрасли, а значит и к увеличению экспорта. В 2024 году объемы продаваемой за рубеж агропромышленной продукции на Кубани планируют увеличить почти до 4 миллиардов долларов. При этом стоит задача экспортировать не просто сырье, а уже товары переработки. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Виктор Чаусов, Алексей Комаров. Кубань, 24, Брюховецкий район. Продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 8 марта в Сочи малооблачная. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 10-12 градусов выше нуля. Весенние образы от французской фирмы «Эвелин Болеро». Модные наряды на новый сезон. Магазин «Дамский каприз», торговая галерея напротив агропрома. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. В 66 до и после выставка под таким названием открылась сегодня в Художественном музее Сочи. Свои работы представил сочинский скульптор Акоп Халафян. Работы Акопа Халафяна известны даже тем, кто не знает его имени. Уличные скульптуры авторства Халафяна установлены во многих городских парках и скверах. Вот металлический фотограф. Зовут его Гоша, и круглый год он встречает гостей на площади искусств. Студент скипой книг охраняет вход в один из сочинских университетов. Это лишь малая часть скульптур, которые выполнены Акопом Халафяном из металлолома. Подобные композиции также украшают улицы Таганрога, Москвы, Горно-Алтайска, Краснодара, Липецка и Новороссийска. Никому не нужное железо в руках мастера стало арт-объектом, который может нравиться или не нравиться, но запомнится точно. На выставке в художественном музее представлена ретроспектива работ автора с 1988 года и до настоящего времени. Последние произведения выполнены из стали с использованием цифровых технологий. Экспозиция Акопа Халафяна дополнена произведениями сочинского художника Ивана Черного. Участник Великой Отечественной войны с 1952 года он жил и работал в Сочи. Ушел из жизни в 2008-м, оставив после себя богатое художественное наследие. Моя давняя мечта осуществилась. Благодаря дочери Ивана Ивана Черного мы выставили его работы. Большая экспозиция. Я думаю, что давно не было такой большой экспозиции. Получилась такая совместная выставка, чему я очень рад. Вернисаж двух мастеров будет открыт в художественном музее до 7 апреля. К слову, ни одна из выставочных скульптур не будет впоследствии установлена на улице. Больше тысячи букетов вручили кубанским женщинам в музыкальном театре. Там прошел концерт, посвященный 8 марта. Прекрасную половину поздравляли со сцены, стихами и песнями. В зале собрались ветераны войны, учителя, врачи и многодетные матери. А главные комплименты произнесли губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. У нас страна поменялась, а 8 марта никто поменять не смог. Потому что у Кубани и у России женское лицо. Роль женщины в истории и страны, конечно, и нашего края трудно переоценить. Кубань, я уверен, вы все со мной согласны, самая красивая и богатейшая земля России, земля-кормилец кубанским казакам была подарена женщиной, императрицей Екатериной Великой. Так вот, издревле кубанские казачки не только берегли и лелеяли домашний очаг, они воспитывали своих сыновей истинными патриотами и защитниками своей земли и Великой России. Я уверен, ничего до сегодняшнего дня не изменилось. И уверен, не изменится, потому что вы у нас такие же, настоящие кубанские казачки. АПЛОДИСМЕНТЫ Нас, мужчин, не перестают удивлять и в какой-то степени даже восхищать ваша активность и умение одновременно делать несколько дел. Вы преуспеваете в своей профессии, активно занимаетесь общественной жизнью, при этом вы храните домашний очаг и умудряетесь всегда прекрасно выглядеть, быть энергичными и обаятельными. Глава региона также привел в пример выдающихся жительниц Кубани. Вениамин Кондратьев вспомнил подвиги Епистинии Степановой, ночных ведьм Евдокии Бершанской и Марии Росковой. Конечно, нелегкая женская доля, Великая Отечественная война. Мать Степанова, которая не дождала своих девяти сыновей с фронта. Девять сыновей. Наши легендарные летчицы, ночные ведьмы. Бершанская, Роскова и многие-многие другие. А сколько неизвестных женских имен, которые приближали Великую Победу. Нелегкая женская доля. Да и сегодня. Сегодня вы занимаете руководящие должности в органах управления, в политике, возглавляете предприятия. И самое главное, у вас хватает время оставаться ласковыми мамами, заботливыми сестрами, любящими женами и любимейшими бабушками. Спасибо вам еще раз огромное. Губернатор и председатель ЗСК вручили женщинам государственные награды. Праздник продолжился выступлением кубанских коллективов и артистов краснодарских театров. Ну и самых активных женщин с 8 марта поздравляли и в Сочи. Представительниц прекрасного пола пригласили в зимний театр. Для женщин звучала музыка в исполнении духового ансамбля. Дамы смогли сделать яркие снимки в цветочных фотозонах. Ну и, конечно, принимали поздравления от мужчин. В адрес женщин только самые приятные слова. Равноправие женщин. Образование практически полностью, здравоохранение практически полностью, культура тоже. И сейчас они даже в тех мужских отраслях, они тоже там женщины. Поэтому вот самые надежные и профессиональные. Самые молодые женщины в городе Сочи, потому что они всегда излучают свет, излучают тепло, излучают красоту. А красота – это молодость, это процветание, это радость и это успех. Творческие коллективы города подготовили праздничный концерт. В зимний театр пригласили женщин, успешных в профессии и тех, которые ведут активную общественную жизнь. Милые дамы, для нас вы источник тепла и радости, воплощения добра и совершенства. Мы, мужчины, благодарны вам за вашу заботу, любовь и вдохновение. За трудовые успехи на благо города от руководства курорта женщинам вручили знаки почета и благодарственные письма. Ну и, конечно, цветы в честь самого весеннего праздника. Также сегодня глава города поздравил с наступающим праздником всех жительниц курорта. Дорогие соченки, от всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем. 8 марта – это праздник весны и красоты, праздник обновления. В этот день я желаю вам счастья и радости, душевного тепла и весеннего настроения. Пусть ваши мужчины, отцы и братья, мужья и сыновья наполнят вашу жизнь любовью и заботой. Каждый день мы работаем над тем, чтобы обеспечить вам достойные условия. Новые школы, детсады и поликлиники, спортивные залы и дома культуры, новые парки и скверы – все это создается для вас, для того, чтобы вы были спокойны за своих детей, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Мира и добра вашим семьям, уюта и достатка вашим домам. Пусть родные радуют вас цветами и улыбками. С праздником, милые соченки! Ну а что же сочинцы дарят на 8 марта? Аналитики выяснили, что жители курорта чаще всего покупают через интернет перед 8 марта и сколько на это тратят. Учитывались платежи пользователей через Яндекс.Кассу за 1-5 марта 2019 года. Средний чек жителей Сочи за онлайн-покупки перед праздником в целом составил 3100 рублей. Перед 8 марта наибольшим спросом у сочинцев пользуются одежда, платки, кошельки и нижнее белье. Средний чек за такие товары – 1160 рублей. На втором месте по популярности оказались книги, на которые горожане тратят в среднем за раз 570 рублей. Замыкают топ-3 подарков – товары для дома, посуда, текстиль, постельное белье, вазы, картины. В этой категории средний чек составил 4870 рублей. В предпраздничные дни заметно выросло число покупок билетов в кино, театры и на концерты. Похоже, многие сочинцы подарят женщинам не вещи, а впечатления. В среднем за раз пользователи платят за билеты 2930 рублей. Далее идут косметика и парфюмерия со средним чеком – 3500, сувениры и авторские поделки – 1740 рублей, конфеты и продуктовые корзины – 2280. Вероятно, в этом году многие горожане решили не стоять в очередях и заранее заказать букеты к 8 марта с отложенной доставкой. В среднем за раз они тратят на цветы 4500 рублей. В преддверии Международного женского дня сочинцы активно покупают и товары для спорта и туризма, за которые платят 6280 рублей за раз. Пользователи проявляют также повышенный интерес к смартфонам, гаджетам и бытовой технике. В этой категории средний чек – 11920 рублей. Телекомпания «ФКТ» также поздравляет жительниц Сочи с женским днем. Наш коллектив желает сочинкам любви, тепла и везения. Принимайте цветы, радуйтесь весне. Пусть у вас сбываются мечты, а каждый новый день приносит только позитив и улыбки. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok